МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня, и я, ее ведущий, Максим Самойлов. О главных событиях этой среды расскажем прямо сейчас. И вот лишь некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минус 33. В Оренбуржье снова похолодает. Не успел освободиться по УДО и опять в суд. Экс-замглавы Оренбурга Геннадий Борисов выслушал приговор. Решение которого многодетные семьи ждали больше 4-х лет. Арчане в суде отстояли свои права. Сугробы раздора. Кто вывозит снег с улиц города в пойму Урала? Посещение Бузулукского бора стало платным. Кого не касаются нововведения? Самый сильный. В Оренбурге проходит турнир по боксу памяти Владимира Конюкова. Начнем выпуск с информации о погоде. В ближайшие сутки ожидается очередное похолодание. Столбики термометров опустятся до минус 30 градусов. Местами в северных и восточных районах Оренбуржья ожидается минус 33. Врачи рекомендуют одеваться теплее и учитывать нагрузку при передвижении на улице. Особое внимание следует уделить обуви, чтобы не возникло переохлаждения. К другим темам. Бывший заместитель главы города Оренбурга Геннадий Борисов снова на скамье подсудимых. Теперь за административное правонарушение. Он стал виновником аварии, в которой пострадали люди. ДТП произошло спустя месяц после условно-досрочного освобождения из Самарской колонии, где отбывал наказание за взятку. Какой вердикт вынесут на этот раз, расскажет Ольга Энгельс. Рассмотрение дела Геннадия Борисова началось в час дня в Ленинском суде предмет административное правонарушение о дорожно-транспортном происшествии, виновником которого стал бывший чиновник. Инцидент произошел около двух месяцев назад на одном из перекрестков улицы Терешковой. При повороте налево он не уступил дорогу встречному транспорту. Удар пришелся в заднюю пассажирскую дверь. Пострадал один человек. Медики констатировали вред, причиненный потерпевшему, как средней тяжести. Журналистов на заседание не пустили. В здании действуют противокоронавирусные меры. По правилам туда могут попасть только участники процесса. Кстати, не явился и сам Борисов. Его интересы представляет адвокат. По словам защитника, экс-чиновник заболел и находится на самоизоляции. От официальных комментариев юрист отказался. Напомню, Геннадий Борисов был условно-досрочно освобожден из Новокубишевской колонии в октябре 2020 года. Там он оказался за взятку в 400 тысяч рублей. Тогда его приговорили к двух с половиной годам заключения. За хорошее поведение и ударный труд в швейном цехе его освободили. По словам адвоката, административное правонарушение не является основанием, чтобы отправить Борисова снова в колонию. Ольга Энгельс, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Отметим. Геннадию Борисову грозил штраф до 30 тысяч рублей или лишение водительских прав. Свою вину экс-чиновник признал полностью. В итоге суд признал его виновным. В течение года он не имеет права управлять транспортными средствами. При решении которого многодетные семьи ждали больше четырех лет, Орская городская администрация обязана провести водопровод, электричество и газ к земельным участкам. Такое постановление вынесла коллегия Самарского кассационного суда. Почему Арчанам пришлось дойти до этой инстанции? Подробности в материале моих коллег. Виктория Юн показывает свой участок. Здесь многодетная семья планировала построить новый большой дом. Но начать работы в чистом поле не решаются. Здесь нет ни центральных коммуникаций, ни дорог. И в такой ситуации больше десятка Орских семей. Люди обратились в суд и даже выиграли дело в трех инстанциях. Администрация города Орска подала кассационную жалобу на решение суда апелляционного. Не хотят они проводить коммуникации в добровольном порядке. Их жалобу оставили без удовлетворения. То есть трижды уже многодетные семьи с детьми победили этот вопрос. Пока решение суда не вступило в законную силу, люди опасаются, что администрация и дальше продолжит выяснять отношения в залах заседания. Но многодетные семьи настроены решительно и готовы отстаивать свои права. Они считают, что за четыре года, пока длится разбирательство, можно было решить вопрос. Можно было внести это уже в бюджет 2021 года, когда он распределялся. Но они преднамеренно отправили в Самару обжалование. Сейчас осталось без удовлетворения их с этой жалобой. А так эта территория выглядела осенью 2019 года. Ямы, мусор и останки крупных животных. Начать стройку здесь осмелились единицы. Те, кому больше некуда идти, говорят люди. Рассказывают, что и электричество к своим домам они протянули за собственные средства. Тогда нашему телеканалу в городской администрации заявили, готовится проектно-сметная документация. И только в этом году ситуация немного изменилась. После прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения по проектно-сметной документации состоялся электронный аукцион. По его итогам определена подрядная организация, которая уже приступила к разработке проекта Северного водовода. Обновленный водовод позволит улучшить водоснабжение многоквартирных домов, расположенных в северной части города, и обеспечить возможность подключения к центральной системе водоснабжения земельных участков для многодетных семей. Решение Самарского суда вступит в законную силу 12 февраля. За это время стороны могут обжаловать приговор. Будет ли это делать администрация Орска, пока неизвестно. Продолжим следить за развитием событий. Ольга Энгельс, Наталья Бейкер, Новости дня. И еще об одном решении, которое сегодня вступило в законную силу. Касается оно экс-заведующего и доцента кафедры геологии Оренбургского госуниверситета. Бывших сотрудников обвинили в 50 эпизодах взяток на общую сумму более 2 миллионов рублей. Заведующий и доцент кафедры геологии получали деньги от студентов за написание диплома в положительные оценки на экзаменах. К примеру, стоимость одной дипломной работы составляла 42 тысячи рублей. Иногда сотрудники университета соглашались на меньшую сумму. Но при этом необходимо было компенсировать подарочным сертификатом из магазина бытовой техники и электроники. За два года они в общей сложности заработали 2 миллиона 100 тысяч рублей. В итоге завкафедры суд приговорил к реальному сроку – 5 годам колонии строгого режима, доцента к 4 годам лишения свободы условно. Страна защиты подавала апелляционную жалобу, но приговор оставлен без изменений. Улов на 224 тысячи рублей. Инспекторы Росрыболовства провели рейд по рыбным местам. Без нарушителей не обошлось. У рыбаков на Реклинском водохранилище специалисты изъяли улов из Насти. Теперь им грозит штраф. Рейды на Реклинском водохранилище проходили два дня. Итогом стали 7 административных дел на рыбаков, нарушающих закон. У них изъяли всю пойманную рыбу и 25 орудий лова. Общий ущерб превысил 224 тысячи рублей. В общей сложности изъято свыше 100 килограммов водно-биологических ресурсов, среди которых такие ценные виды рыб, как судак, сик, лещ, платва, окунь. Материалы дела будут направлены в суд. Нарушителям правил зимней и подлёдной ловли грозит штраф до 5000 рублей. Сегодня прошло торжественное награждение победителей конкурса «Всероссийская организация высокой социальной эффективности». Лучшим сразу в пяти номинациях конкурса признано общество «Газпромдобыча Оренбург». Подробнее в нашем следующем материале. Лидерство «Оренбургские газодобытчики» удерживают уже несколько лет. Как и в предыдущие годы, предприятия отмечают за создание лучших условий труда для своих работников. Коллектив общества – это более 5,5 тысяч человек. Каждый сотрудник может регулярно повышать качество труда и личный профессионализм. Поддерживая своих работников и вкладываясь в развитие территории присутствия, работодатель создаёт условия, в которые готовы трудиться лучшие специалисты. В таких компаниях коллектив относится к делу как к собственному, а сотрудники нацелены на профессиональный рост. Сегодня мы награждаем именно такие предприятия, где людям комфортно работать. Большое внимание газодобытчики уделяют социальной защищённости и оздоровлению персонала. Для молодых работников предусмотрены специальные льготы. Они получают финансовую помощь при рождении детей и дотации по ипотечным кредитам. Свыше 7 тысяч работников предприятия и пенсионеров с семьями отдохнули в здравницах Оренбуржья и на Черноморском побережье. Это колоссальный труд всего абсолютно коллектива, потому что задействованы. Начиная с Совета молодых специалистов и заканчивая специальными нашими подразделениями, которые целенаправленно этим занимаются. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы намерены совершенствовать эту систему работы и заниматься более активнее нашим персоналом. Благотворительность – ещё одно направление деятельности предприятия. На оказание помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, в 2020 году выделено около 5 миллионов рублей. Помимо этого газовики ведут постоянную работу по развитию территории присутствия. Открывают детские площадки, поддерживают учреждения образования и культуры. По итогам регионального этапа конкурса общество «Газпромдобыча Оренбург» становится победителем и призёром в шести номинациях. В пяти из них у предприятия первое место. По этим направлениям газовики будут номинированы на федеральный этап конкурса. Вячеслав Камп и Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Сейчас прервёмся. Вот о чём расскажем далее в программе. Сугробы раздора. Кто вывозит снег с улиц города в пойму Урала? Посещение Бузулукского бора стало платным. Кого не касаются нововведения? Самый сильный. В Оренбурге проходит турнир по боксу памяти Владимира Конюкова. Это новости дня. Мы продолжаем. Идеальное жильё глазами россиян. Результаты такого опроса опубликует Всероссийский центр изучения общественного мнения. В исследовании о квадратных метрах, в которых россияне проживают и хотели бы жить, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет со всех регионов страны. Подавляющее большинство россиян в настоящее время проживают в многоэтажных домах, примерно треть опрошенных в частном секторе. Идеал для 28% – это квартира, а 68% желают жить в индивидуальном доме, в том числе в коттеджном посёлке или в Танхаусе. Те, кто предпочёл бы изменить тип жилья, указывают в качестве основной проблемы для переезда финансовую. Таковых более 72%. Ещё 8% хотели бы построить дом самостоятельно, но не имеют достаточного опыта. А у 7% – члены семьи против переезда. Чуть более 12% понимают, что частный дом требует постоянных вложений. При выборе места жительства наиболее важными факторами для россиян являются социальная инфраструктура, транспортная доступность, территориальная расположенность, а также качество постройки дома. И теперь к ситуации на валютном рынке. Рубль продолжает укреплять свои позиции. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. А вот о каком жилье мечтают оренбуржцы, узнали корреспонденты ОРТ. Своими представлениями с ними поделились жители и гости областного центра. Подборка интересных мнений в нашем традиционном экспресс-опросе. Дом. Пять комнат. Хоть в горах, хоть на берегу моря. Как душе хочется. А что мешает осуществить эту мечту? Финансовый вопрос, конечно. Чтобы в доме было, наверное, тепло и условия. Это самое главное в настоящее время. Я не могу даже на этот вопрос ответить. Я вот живу в центре, мне все устраивает. Нормально живет. Духомна-то оплатила. Обычный дом. С садом. Все поблизости. Рядом речка какая-нибудь или озеро. Ну хотя бы трешка. Так, что еще там надо. Да все, мне кажется, нормально, чтобы мебель была. Вода постоянно, тепло было. А что мешает осуществить эту мечту? Ну, наверное, все-таки надо платить побольше, чтобы люди зарабатывали. Мне большой, уютный дом с хорошими соседями. Я довольна своей квартирой и мебелью. Все у меня чисто. У меня никаких запахов каких-то посторонних нет. Так что все в порядке. Сугробы раздора. Кубометры грязного снега снова вывозят в пойму реки Урал. В редакцию поступают звонки от возмущенных горожан. Напомним, впервые груженные КАМАЗы там увидели на прошлой неделе. Оренбуржцы рассказывают, что складирование происходит за жилым комплексом дубки. Чем опасен грязный снег и кто это делает? Анастасия Кубатко выяснила подробности. Горы снега. Эти сугробы – результат уборки городских улиц. Снег, соли и различные реагенты, которыми посыпают улицы, чтобы на них не образовывалась наледь, все это теперь здесь, в пойме реки Урал. Факт нарушения налицо и зафиксирован на видео. По словам местных жителей, в день выгружают как минимум четыре такие машины. Горы грязного снега растут на глазах. С приходом весны это может привести к большим экологическим проблемам. Талые воды пойдут. У нас Урал и так не самая чистая река, а мы с ее больше загрязняем. Вот эти все примеси, химикаты, которыми снег посыпают, соль. Вы представляете, что будет с рыбами, какой-то удар по ним, да и вообще с водой. Да реагенты – это не только воды идут, но и на землю. Это такой удар по экологии. Куда нужно вывозить снег с городских магистралей, дорожники, по всей видимости, не знают. Хотя городская администрация четко определила эти места. Техника муниципальных предприятий БИОС и Комсервис, а также привлеченная по договорам с администрациями округов техника подрядных организаций, вывозит снег только на специально обустроенные снежные полигоны, расположенные в авиагородке, на маяке и в районе городской свалки. Но никак не в пойме реки Урал. В администрации говорят, скорее всего, это дело рук частных организаций, которые заключают договоры с управляющими компаниями или коммерческими фирмами. По распоряжению областного прокурора уже началась проверка. По представлению прокуратуры города Оренбурга отмечена ненадлежащая работа администрации Южного округа города Оренбурга, выраженная в неосуществлении надлежащего контроля за несанкционированным складированием снега. В настоящее время возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, проводится административное расследование. По результатам рассмотрения дела об административных правонарушениях будет решен вопрос о назначении наказания, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа. Сейчас на месте несанкционированной снежной свалки работают экологические службы. Проводят заборы, необходимые измерения. После чего станет понятно, насколько найденные вещества опасны для воды и почвы. Анастасия Кубатко, Константин Воробьев. Новости дня. В Национальный парк Бузулухский Бор только с разрешением. А стоимость входного билета до 140 рублей. Распоряжение подписано руководством нацпарка. В 2021 году вход в особо охраняемые зоны по всей стране стал платным. Нововведение Минприроды России коснулось заповедников в Карелии, на Кавказе, Алтае и Камчатке. Стоимость билета от 60 до 350 рублей. Национальный парк Бузулухский Бор не исключение. Выдача платных посещений уже вводилась в Бару в 2017 году. Тогда это было 50 рублей. В 2018 плату отменили. И вот теперь новый тариф – 140 рублей с человека. Исключение сделано лишь для жителей населенных пунктов, расположенных в границах Национального парка. Это более трех десятков сел Самарской области и 18 поселков Оренбургской области. Но и для местных жителей необходимо иметь разрешение, которое выдается на год. Есть и список льготников. Деньги, собранные с посетителей и заверяют в парке, пойдут исключительно на развитие туристической инфраструктуры. Все средства будут направлены на развитие Национального парка Бузулухский Бор. То есть будут установлены аншлаги какие-то, указатели. Будут открываться новые тропы. Все будет сделано для посетителей. Более 20 тысяч человек получили разрешение на посещение Бора в прошлом году. Тогда они выдавались сроком на год. В 2021-м они все же будут иметь ограничения в течение месяца. За это время в Бор можно приезжать сколько угодно раз. Подробный алгоритм посещения Национального парка опубликован на официальном сайте. О спорте. В Оренбурге проходит межрегиональный турнир по боксу среди юниоров на призы администрации Северного округа города. И я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Максим. Турнир проводится в юбилейный 25-й раз. Не так давно он стал именным. В честь его главного организатора, нашего выдающегося земляка Владимира Конюкова. И вот уже второй год посвящен его памяти. Соревнования на призы Северного округа уже традиционно открывают в Оренбурге не только боксерские, но и весь спортивный сезон. Сразу после зимних каникул в Олимпийском собираются самые перспективные юниоры нашего и более далеких регионов. В нынешние сложные времена боксерам очень не хватает практики. И немаловажно, что конюковский турнир имеет категорию «Б», то есть победителям присваивается звание кандидата в мастера спорта. Регламент поединков – три раунда по три минуты. Спортсмены у нас уже просто соскучились по тренировочному процессу, соскучились по соревновательному процессу. И очень здорово, что сейчас при определенных условиях, которые нам поставили, в общем-то, Роспотребнадзор и Минздрав, и указы губернатора, конечно же, позволяют проводить данные мероприятия. На ринге Олимпийского собраны 109 юниоров из городов нашей, Пензенской, Самарской областей, Башкортостана, Мариэл. Тренеры отмечают перспективных боксеров из Ульяновской, Пермской сборных. Хозяева – оренбуржцы, как всегда, в числе главных фаворитов. Это наш резерв. Мы его сейчас смотрим, проверяем. И в дальнейшем будем готовить, естественно, к взрослому боксу. Есть у нас уже фамилии, которые показали себя. Это Александр Ващенко, который здесь будет боксировать. Это Данил Шутов. Ну и еще несколько ребят, на которых мы надеемся. Это Виталий Багиров. Ну и еще ряд фамилий. Помимо окруженных команд впервые прибыли боксеры из Сочи. Причем южан представляют настоящие кубинцы. Эта страна организовала в Краснодарском крае трехмесячный лагерь. Боксеры курсируют по городам России, выступают и набираются опыта. В первом же бою силу знаменитой кубинской школы продемонстрировал Родригес Адлай. Досрочно, в первом раунде, победив соперника из Тиральтамака. Соревнования завершатся в пятницу. В четверг в центре настольного тенниса стартует всероссийский турнир среди мини-кадетов ТОП-10. Лучшие юные теннисисты страны поборются за медали в двух возрастных категориях до 12 и 13 лет. Наша область представят воспитанники центра и сорочинцы. Главные надежды тренеры связывают с оренбуржцами – Рыбаковым и Варфломеевым, а также Боболевой и Сорочинска. Параллельно в Свердловской области свои, ТОП-10, проведут кадеты и юниоры. В испанской Саламанке начался второй групповой этап женской баскетбольной Евролиги. Оренбургская надежда в дебюте встречалась с курским «Динамо». В первом туре в Турции наша команда к большому перерыву горела минус 13, но сумела переломить игру и вырвать победу. Отчетная встреча прошла по другому сценарию. Оренбурженки начали отлично – 5-0, 11-2. Но «Динамовки» очень быстро пришли в себя и к исходу первой четверти сократили разрыв до минимума – 12-13. Далее пошли качели. На 2-3 очка вырывалась то одна, то другая команда. И так продолжалось до середины третьей четверти. Еще за три минуты до ее завершения надежда вела плюс 3. Но в оставшееся время курянки резко взвинтили темп и рванули вперед. У них будто открылось второе дыхание, а к такому надежда оказалась не готова. Полный разгром в завершающем игровом отрезке – 26-9. И «Динамо» уверенно побеждает – 86-62. У нас традиционно сильна «Биллинг» с 19 очков. Но с той стороны еще лучше действовала другая американка – совершенно неудержимая «Агулбан Валя» – 23 балла. Здорово отыграла и экс-орренбурженка «Майга» – 12 очков плюс 9 подборов. Таким образом, «Динамовки» отобрали у «Надежды» второе место в таблице группы. В другой встрече лидирующие хозяйки из «Авениды» разгромили турецкий из МИД 101-80. С нашей командой испанки сыграют в четверг. Максим. Анатолий, спасибо. И перейдем к официальной информации от Федерального оперативного штаба. За минувшие сутки от COVID-19 в регионе скончались 5 человек. Всего же с начала пандемии в Оренбурже умерло 425 жителей области. Общее число заразившихся составляет уже 32212. В списки за последние сутки попал 171 оренбуржец. Третий из них – это люди в возрасте от 45 до 59 лет. 284 пациента находятся в тяжелом состоянии. Есть и статистика по выздоровлению. Сегодня 165 человек выписались из стационаров. И в заключении к новостям погоды. Мороз продержится в регионе до выходных. Четверг, 21 марта – один из самых холодных дней недели. На западе и в центральных районах мороз будет сопровождаться небольшими осадками в виде снега. Ветер юго-западного и западного направления слабый. Его порывы местами не превысят 8-9 метров в секунду. Ночные температуры, по словам синоптиков, могут опускаться до 27 градусов. Днем чуть теплее – около 18 градусов со знаком минус. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В Оренбурге тоже холодно и безветренно. Ветер будет дуть с запада с поворотом на южное направление. Скорость – 5-7 метров в секунду. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки в минус 22 градуса. А в дневные воздух прогреется до минус 15. На дорогах возможно образование снежного налета, а давление останется в средних пределах – около 755 миллиметров ртутного столба. На этом все. Я напоминаю, вернуться к обзору новостей вы можете на сайте media56.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Будьте в курсе событий, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok